На территории Ульяновской области зарегистрировано 238 садовых и огороднических товариществ, а общее количество человек, занимающихся садоводством, составляет больше 500 тысяч. И с каждым годом цифра увеличивается. Сказывается и развитие самих товариществ. К примеру, в прошлом году дачи в СНТ Плодовое наконец-то электрифицировали, а уже сегодня к обрабатываемым участкам прибавились еще 25. Электрификацию других территорий садоводы обсудили на встрече с губернатором. Кроме подключения электричества затронули вопрос о газификации и водоснабжении. Кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что в этом году общей сложности садовод направят порядка 139 миллионов рублей на благоустройство своих садовых обществ. Здесь мы говорим о водоснабжении, о дорогах и благоустройстве, в том числе электрификации. Кроме всего прочего, мы каждый год направляем субсидию возмещения затрат садовым товариществам. И в этом году, это также не станет исключением, уже порядка 18 миллионов направили в этом году. Еще дополнительно планируем 5 миллионов направить садовым товариществам на компенсацию принесенных затрат. Кстати, получить субсидию может любое зарегистрированное товарищество. Нужно лишь предоставить в профильное министерство необходимый пакет документов, которые подтверждают затраты. По мнению Михаила Семенкина, многие председатели товарищества действий программы не знают, поэтому с ними будут работать представители минсельхоза. Острым вопросом волнующих многих оказалась проблема с вывозом мусора. Садоводы правобережья пожаловали Сергею Морозову о том, что их товарищество буквально утопают в мусоре. А региональный оператор компания «Экостандарт» выдвинула непосильно высокие для дачников тарифы, превышающие старые почти в три раза. Почему мы должны платить за этот же мусор, который еще в большем количестве лежит? Поэтому еще я говорю о том, что если он не пересмотрит, раз мы говорим об ударении, свое отношение, то он в ближайшее время тогда будет отстранен от этого вида деятельности, и за место него будет другой оператор. Одним из путей решения проблема была предложена заключение разовых договоров с рекоператором номер один. Вопрос о вывозе ТБО находится на контроле Министерства экологии. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Ульянской правды.